Мы продолжаем рассказывать о животных городского приемника в надежде, что с нашей помощью они найдут любящих хозяев. В этом выпуске речь о котах. Первый герой – дым, названный так из-за своего дымчатого окраса. Он у нас появился в прошлом году осенью, с огородов его принесли. Котик спокойный, застенчивый, правда, застенчивый, но достаточно воспитанный, лоточек знает, котик кастрированный. Котику примерно год. Уютный домашний дым уже засиделся в приемнике. Он очень ждет, когда за ним придут. Кот прекрасно подойдет спокойной семье с размеренным укладом жизни. Дым нуждается в том, чтобы его не сильно много тискали и дергали. Он достаточно такой, как сказать, нежный, стеснительный, слегка даже, может, трусоватенький. Ему бы сидеть где-нибудь на окошечке, и вот он был бы счастлив. С кошками он уживается хорошо, с другими котами сажать его не пробовали. Дым неприхотлив в еде, здоров, привит и кастрирован. Вместе с ним в приемнике живет брутальный Петрович. Кот поступил в прошлом году с отлова. Видно было, что он когда-то был домашним, но явно долго бомжевал и жизнь его потрепала. Мало того, через какое-то время нашлись прежние хозяева Петровича. Оказывается, за год до этого он у них убежал и потерялся. Они его поискали, поискали, не нашли, завели нового кота. Но прежние хозяева Петровича не забрали с новым котом, он бы не ужился. Петрович тертый жизнью калач, хотя ему всего три года. Отличный охотник за мышами прекрасно подошел бы в частный дом. Он кот, который гуляет сам по себе. Он не любит сантиментов. Он такой, знаете ли, вольный казак. То ли жизнь его вольная таким сделала, видимо, обижали, то ли все. Как бы он все понимает, но он самостоятельен. Коты ждут своих хозяев в приемнике Назернова 24А. По всем вопросам обращайтесь по будням с 8 до 16 часов по телефону, который видите на экране. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok